Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире информационная программа День о событиях в Уральском федеральном округе. В студии Ярослав Бородин и Татьяна Звежанская. Мы расскажем о том, как сложился этот день в регионах, а вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не убирали мусор, не платили по счетам. Управляющая компания в Екатеринбурге попала под уголовную статью. Двое своих и четверо приемных. Лучшая многодетная семья Ямала живет в поселке Пурпе. Итак, с 30 апреля до середины мая в Екатеринбурге вводится особый противопожарный режим. В этот период нельзя посещать леса и разжигать костры. Ежегодно после майских праздников фиксируется всплеск возгораний в лесах. Горожане массово выходят на природу, жарят шашлыки, и большинство не соблюдают даже элементарных правил безопасности. Анастасия Кондрашова продолжит тему. Я предпочитаю разводить огонь старыми дедовскими способами. Профессиональный пожарный показывает, как без вреда для здоровья и окружающей природы пожарить шашлыки. Никакого бензина и керосина. А купив розжиг, нужно помнить элементарные меры безопасности. Пользоваться розжигом можно таким способом, чтобы розжиг попал непосредственно только на угли, ни на одежду, ни на кожные покровы самого человека. Поскольку эта жидкость может вспыхнуть при поджигании мангала костра, и человек может загореться. Только сегодня мы можем развести огонь на берегу озера. Уже завтра и до середины мая делать это в пределах Екатеринбурга будет категорически запрещено. Мангал с шашлыками и без них тоже попадает под запрет. В ближайшие дни пикнику костра на природе будет стоить дороже, чем планировали. За разведение открытого огня отдыхающим придется заплатить штраф. В этом случае к мясу и всему остальному можно смело прибавлять от двух до четырех тысяч рублей. Праздничные дни инспекторы будут патрулировать леса и парки. В Свердловской области противопожарный режим введен в девяти муниципалитетах. В майские праздники ЧП от искры столько, что пожарные сами не успевают отдыхать. В прошлом году у нас был пожар в селе Фоминское, когда возгорание произошло от сухой травы. Сгорели несколько жилых домов. Как бы нам не хотелось отдохнуть на природе хорошо, да, расслабиться. Все-таки нужно быть бдительными. Жизнь и то, что нажитое годами, в одночасье может превратиться в груду пепла. Многие выбираются на шашлыки и используют традиционный вот такой вот мангал сборно-разборный. Чем лучше использование так называемой барбекюшницы. В ней можно приготовить стыки и без открытого огня, а значит не попасть в поле зрения инспекторов. Гипермаркеты предлагают, как провести пикник, чтобы и сытым остаться, и ненаказанным. В помощь термосумки. Дома закрыли герметично, взяли с собой, приехали на природу, открыли и горяченькое, можете прямо с пылу с жару использовать, скушать. В магазинах ажиотаж, но скупают не мангалы и шампуры, а велосипеды и лодки. Предпочитают отправиться на майские праздники, на сплав или в поход. Тем более, что за городом есть места, где можно безопасно погреться у костра. Анастасия Кондрашова, Альберт Полудницын, информационная программа «День», Екатеринбург. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил предпраздничный разнос городским чиновникам. Главу региона возмутили неубранные улицы. На экстренном совещании Дубровский рассказывает чиновникам, что два дня провел в поездках по Челябинску и поразился увиденному. Вдоль бордюров скопилось грязь и пыль, ограждение мостов не вымыты, на газонах мешки с мусором. И никакой техники и бригад. Борис Дубровский требует от подрядчиков привлечь к уборке дополнительные силы. Глав районов, местных депутатов, управляющих компанией, предприятие обязывает организовывать субботники. Мусора столько, что в глаза мы бы не смотрели. Просто в глаза бы не смотрели. Вы там бываете, вообще-то говоря? Задача. К майским праздникам город должен быть убран. А вы записывайте ее. И как понял, что до нас она не доходит, эта задача. В Екатеринбурге, между тем, ученые займутся масштабным изучением городской грязи. Цель – заново понять, откуда она берется и как с ней бороться. Провести исследование взялись эксперты у РОРАН. Им предстоит сделать анализ проб грязи из разных районов города и окончательно определить ее точный состав и источники. Сбором образцов и мониторингом займутся студенты-волонтеры. В результате в городе администрации хотят получить рекомендации ученых, а также карту загрязнения Екатеринбурга, опираясь на которую будут составляться планы по уборке улиц. Добавим, что Екатеринбург часто называют Грязьбургом. В администрации считают, что во всем виновата большое число автотранспорта, парковка на газонах, массовая застройка и глинистая почва. В Заурале растет уровень реки Табол. В Кургане началась эвакуация жителей. Чтобы оценить угрозу и понять, какая помощь требуется населению, губернатор Алексей Кокорин проехал на лодке по затопленным территориям. Между тем, в Свердловской области поводок достиг северных районов. Роман Марьяненко подробнее о ситуации. Из зоны затопления эвакуируют очередную семью. Большая вода, которая пришла с реки Табол, превратила южную часть Кургана в Венецию. В зоне затопления оказались несколько улиц. Находиться нужно здесь круглосуточно и днем, и ночью, чтобы люди чувствовали защиту. Любое обращение проживающих здесь уже немедленно, все это надо так вот учитывать. Глава Заурале садится в моторную лодку, чтобы лично оценить последствия разгула стихии. Накануне ожидали, что поводок пойдет на спад, но вышло иначе. Прибавился один сантиметр, причем с 8 до 11 стоял без изменений, а вот буквально с 11 до 2 плюс один сантиметр. Столь серьезного паводка в Кургане не было 20 лет. Подтопленными оказались дома, гаражи, около тысячи садовых участков. Накануне губернатор на спецсовещании поручил МЧС организовать дополнительные спасательные посты. Поводов для паники, уверяют власти, сегодня нет. Традегия, конечно, она такая очень серьезная. К сожалению, с утра до двух часов еще плюс один сантиметр вода прибывает. Был надеяться, что все-таки вот критическая точка, она уже наступила. И в самое ближайшее время подъем воды прекратится. И будем уже принимать дополнительные меры, исходя из той ситуации, которая будет складываться на тот или иной момент. Серьезным подспорьем в борьбе с паводком стали гидротехнические сооружения Кургана. Они выдержали напор воды. Посмотрели защитные дамбы. Состояние удовлетворительное. Они не должны вызывать никаких опасений. Все мероприятия заблаговременно были выполнены. Поэтому жители, которые находятся за дамбой города Кургана, могут спать спокойно. О мощном паводке население предупреждали еще в марте. Несмотря на это, некоторые горожане, даже с приходом большой воды, отказались покидать дома, опасаясь мародеров. Переждать паводок у родственников или в пунктах временного размещения все же безопаснее, предупреждает в МЧС. Так, в Свердловской области, чтобы избежать аварийных ситуаций, подтопленные дома стали отключать от электроснабжения. В частности, в Туринском городском округе, где паводок усугубляется с каждым днем. Личный состав группировки разбросан по населенным пунктам занимается перевозкой, доставкой людей, доставкой продуктов. Сейчас дома в Туринске отключают от электричества. Параллельно спасатели сегодня занимаются отсыпкой дорог и сооружением новых дамб. Для защиты территории от паводковых вод брошены все силы. Роман Марьяленко, информационная программа «День». В Тюменском аэропорту стартовала акция «Георгиевская лента». Малогвардейцы и таможенники раздают этот символ памяти всем прилетающим международными авиалиниями. Одним из первых «Георгиевские ленты» получили пассажиры рейса «Баку-Тюмень». Люди с благодарностью принимали символ Великой Победы, который обычно закрепляют в виде банта на лацкой надежды, на руку на антенны автомобилей. Напомним, лента была учреждена Екатериной Второй во время русско-турецкой войны как поощрение верности, храбрости и мужества на поле боя. Название лента получила от имени Георгия Победоносца. На данном рейсе к нам прибыло 106 пассажиров и всем пассажирам мы вручаем георгиевские ленты. Также мы планируем до 9 мая вручить до 2000 георгиевских лент. Тюменская таможня уже на протяжении многих лет участвует в акции «Георгиевская лента». Дети-сироты из Екатеринбурга пройдут в колонне бессмертного полка с самодельными транспарантами. Изготовить плакаты с фотографиями героев Великой Отечественной войны детям помогают волонтеры, рассказывает Юлия Першина. Каждая семья в нашей стране хранит память о Великой Победе. В каждой семье, в каждой семье есть свой герой. У воспитанников детского дома нет своей семьи, но это не значит, что нет своих героев. В День Победы они выйдут на площадь с фотографиями героев Советского Союза и выстроятся в бессмертный полк. Такими штендерами 9 мая выстраиваются в бессмертный полк. В память об ушедших воинах, о тех воинах, которые еще живы, проходят по улицам и площадям наших городов. Бессмертный полк – это общероссийская акция, приуроченная ко Дню Победы. В Екатеринбурге участники пройдут по площади колонны, неся фотографии своих родственников-фронтовиков. Обычно транспаранты заказывают в специальных фотоателье. Общественники показывают детям, что это можно сделать и своими руками. Нужны молоток, доски и немного терпения. Все стройматериалы принесли общественники. Ребята, впрочем, тоже подготовились заранее. Они штудировали интернет и книги о героях-фронтовиках и выбрали того, чью фотографию понесут 9 мая. Вадуков Леонид Степанович, 1920 года рождения. Он герой советской армии. Он четырежды был ранен. Когда я о нем читала его биографию, меня поразило то, что он был с великой силой воли и у него было терпение очень большое. А Екатерину вдохновила биография фронтовика Шабурова Валентина Ивановича. Он был сильным человеком, который добился того, чего он хотел. Он дошел до Берлина и участвовал в рукопашном бою с фашистами. В детском доме рассказывают, а подвигов бойцов Великой Отечественной ребята и правда наслышаны. Накануне Дня Победы с ними проводят тематические уроки. Кроме того, воспитанники детдома уже ходили в бессмертном полку раньше. Но все это было несколько иначе. У сотрудников есть их тоже свои герои семейные. Вот наших семейных героев на Великой Отечественной войне внесли. Нынче решили предложить уже самую такую серьезную миссию возглавить. То есть сегодня героев Советского Союза нам поручили. 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет в Екатеринбурге уже в четвертый раз. В прошлом году по площади прошли с транспарантами больше 15 тысяч человек. Юлия Першина, Денис Уразбахтин. Информационная программа «День». Екатеринбург. Смотрите далее в программе. Не убирали мусор, не платили по счетам. Управляющая компания в Екатеринбурге попала под уголовную статью. Бесплатная прививка недели иммунизации проходит в Тюмени. Двое своих и четверо приемных. Лучшая многодетная семья Ямала живет в поселке Пурпе. Вы смотрите информационную программу «День». Мы продолжаем. Против одной из управляющих компаний Екатеринбурга, не выполнявшей своей прямой обязанности, возбуждено уголовное дело. Прокуроры выяснили, что собранные из жильцов деньги не были перечислены ресурсоснабжающим организациям. И дворы многоэтажек оказались завалены бытовыми отходами. Анастасия Горохова подробнее. Алексей Тимиров показывает стопку накопившихся квитанций. За свет, воду и отопление жители этого дома не платили с нового года. Дело в том, что платить просто некому. Управляющая компания «Суэрш-СК», которая обслуживала многоквартирник 4 года, исчезла. Причем платежки в почтовых ящиках продолжили появляться. Квитанции стали проходить вдвое больше квадратных метров. Допустим, у нас 30 квадратов, а приходит 60 квадратов. Сейчас ни вахты, ничего нет, потому что вахтер ничего не оплачивает. Дворников нет, везде мусор. Так выглядел двор в марте. Мусорные контейнеры, которые арендовали коммунальщики, увезли владельцы. Свалка под окнами росла с каждым днем. На подъездах тем временем появились объявления, сообщающие, что управляющая компания задолжала поставщикам ресурсов 6 миллионов рублей. «Суэрш-СК» располагалась в этом здании. Зимой все ее сотрудники выехали из офиса. Коммунальщики самовольно прекратили обслуживать больше 10 многоквартирников. Несколько месяцев их жители пытались найти управляющую компанию, однако результатов это не принесло. К поискам коммунальщиков подключилась прокуратура, но компания испарилась, оставив после себя только огромные долги. За последний год компания собрала порядка 90 миллионов рублей жителей за топливные ресурсы. И из этих 90 миллионов почти 30 миллионов не были перечислены поставщикам. Значительное число жителей попали под угрозу отключения ресурсов. В отношении менеджеров организации возбудили уголовное дело. Сейчас пропажу ищут следователи. Тем временем некоторые дома до сих пор никто не обслуживает, хотя новую управляющую компанию собственники давно выбрали. Мы справляемся со своими силами. Территорию буквально мы на той неделе субботник организовали, сделали. А места общего пользования тоже сами убираем. По поводу СССР мы думали и, возможно, в перспективе мы это сделаем. Долги перед поставщиками в лучшем случае будут погашены только после суда. А пока прокуратура продолжит держать ситуацию на контроле, чтобы дома не отключили от водоснабжения и электричества. Анастасия Огорохова, Юрий Чернышов, информационная программа «День», Екатеринбург. Новоуренгойские общественники вышли на очередную проверку магазинов по жалобам горожан. В первом же пункте рейды выясняется, что на прилавке крупнейшего торгового центра Нового Уренгоя хватает просрочки. Руководство магазина с волонтерами не спорит. Своё оправдание говорит, что из 18 тысяч наименований продуктов тяжело отследить дату производства каждого. Но обещают исправиться. В соседнем торговом центре продуктов, не соответствующих установленным стандартам упаковки, и хранения оказалось в разы больше. Активисты передадут информацию о нарушениях в Роспотребнадзор. Губернатор Свердловской области Евгений Куевышев сделал заявление по уголовному делу в отношении руководителя Министерства по управлению госимуществом. Напомним, министр Алексея Пьянкова и двух его заместителей подозревают в получении крупных взяток. Ещё одну сотрудницу в растрате. Губернатор отметил, что министерство и правительство региона сейчас работают в штатном режиме, и никаких сбоев не будет. Исполняющим обязанности главы МУГИСО назначен вице-премьер Сергей Зырянов. Тем временем, вчера суд вынес меру пресечения всем фигурантам громкого уголовного дела. Министр и один из его заместителей будут находиться под стражей два месяца. Другой под домашним арестом. Чиновницу, которую обвиняют в растрате, суд отстранил от должности и отпустил под подписку о невыезде. Тюмень присоединилась к европейской неделе иммунизации. Медики призывают не отказываться от вакцины, ведь это защита на протяжении всей жизни. Так, по статистике, в Тюменской области удалось снизить заболеваемость сразу по 36 инфекциям. Бесплатные прививки ставят в том числе бездомным. Яна Пелиховская продолжит тему. У них не то что прививочных, а обычных паспортов зачастую нет. В рамках европейской недели иммунизации вакцины ставят бездомным. Люди сюда попадают временно, попадают из таких мест, социально опасных мест. Это и различный паразит, это и клещи, это и грипп, это и гепатит. Список можно продолжать долго. Сегодня прививки от дифтерии и кори. Все как положено. Осмотр, информированное согласие. Вот только о том, когда в последний раз они прививались, пациенты вспоминают с трудом. Ой, это уже 300 лет назад. И я ставила. Это от гриппа, что ли, или что ли, и ставила. Рашид в этот центр за последние несколько лет возвращался 7 раз. Пациентам оказался сознательным. Уговаривать не пришлось. Укрепляет организм, в смысле, ну так, гипоглобин, повышается иммунитет. Об иммунитете сегодня рассказывали и молодым мамам. На этапе родильного дома происходит вакцинация против гепатита П и на третьи сутки жизни минимум от туберкулеза. План вакцинации, противопоказания и преимущества – вот тема разговора. Врачи уверяют, тех, кто отказывается от прививок, еще в роддоме сейчас немного. Да, мы согласились, вот ждем уже прививочка. Вопрос вакцинации сегодня обсуждали и на медицинской конференции. Аргументы за статистика. За прошлый год снизились показатели заболеваемости сразу по 36 инфекциям. А дифтерии, краснухи и столбняка не было вовсе. Для того, чтобы ребенка вакцинировать, он должен либо быть стабильным, если имеет хроническое заболевание, либо здоровым. Какая у него температура и как себя ребенок чувствует. Как кушал мой ребенок, мама должна рассказать доктору. Как спал мой ребенок, болеет ли кто-нибудь у меня в семье, болею ли я сама, и кто-то из окружающих мамы должна рассказать доктору. Неделя иммунизации продлится до конца апреля. Яна Пелеховская, Сергей Кондаков. Специально для информационной программы «День» Тюмень. Ханты-Мансийск готовится принять международный IT-форум. Уже разослан около 2500 приглашений. На два дня в июне регион станет коммуникативной площадкой для делегаций стран БРИКС и ШОС и представителей IT-индустрии со всего мира. Какие темы станут главными на форуме, расскажет Павел Желтов. Сегодня в Югре к системе дистанционного медицинского консультирования подключены более полусотни медучреждений, которые проводят около 3500 удаленных приемов в год. На восьмом IT-форуме в Ханты-Мансийске тема телемедицины станет одной из основных. И в Югре, и в Индии, и в Китае есть отдаленные уголки, где телемедицина может помочь спасти жизнь пациентам. Участники форума поделятся своими наработками в этой сфере. Также одним из результатов мероприятия должно стать подписание участниками и обращение к банку БРИКС о финансировании разработок этих технологий. Большую практику приобрела форма организации консультаций, в счастье телемедицины, консультаций на расстоянии, когда для того, чтобы провести тот или иной вариант лечения, даются консультации из развитых медицинских центров в Москве или в других странах, то, что касается стран БРИКС. Конечно, телемедицина не единственная тема IT-форума. Отечественные операционные системы, браузеры, офисные и управленческие программные пакеты – все это участники форума покажут всем желающим. Более того, перед ними стоит задача не просто продемонстрировать свой продукт. Нужно вернуть доверие к марке «Сделано в России». Вот так вот мы почему-то устроены. Мы считаем, что пока оно не придет к нам из-за границы, оно все какое-то ущербное. И вот именно вот эту разруху в наших головах нужно убрать. Организаторы форума разослали уже более 2,5 тысяч приглашений участникам и экспертам IT-отрасли. Провести такое масштабное мероприятие – задача почетная и ответственная. Чтобы предусмотреть все нюансы и обеспечить гостям возможность продуктивной работы, организаторам Департаменту информационных технологий ЮГРЫ пришлось немало поработать. Хантамансийск совместно с городской администрацией мы готовим город. Город сейчас уже готов к приему гостей. Готовы гостиницы, готовы наши предприятия и тур-отрасли, которые готовят предложения достаточно интересные именно с туристической направляющей. Готовы наши развлекательные учреждения, готовы рестораны. То есть вообще город к приему гостей готов. В этом году форум пройдет в июне, а не в июле, что позволит обеспечить максимальное присутствие значимых экспертов в IT-отрасли. Сверстанная и утверждена концепция конференции, а также ее программа. Сразу пять площадок будут посвящены детям. Для них, в частности, проведут состязания роботов и совещания под эгидой ЮНЕСКО. Еще одной площадкой станет IT-выставка, участниками которой станут более 100 предприятий-отрасли. Павел Желтов, Дмитрий Макаров. Специально для информационной программы «День» Ханты-Мансийск. У свердловчан не возникнет проблем с получением виз в Грецию. Об этом заявили сегодня в Уральской ассоциации туризма. А сегодня стало известно, что визовый центр Греции в Москве не смог справиться с наплывом документов, и часть российских туристов не улетели на отдых. В этом сезоне среди уральских туристов греческое направление стало одним из самых популярных. В некоторых регионах Урфо интерес увеличился двоекратно. Однако из-за отсутствия консульства Греции в Екатеринбурге уральцы были вынуждены отправлять документы в Москву. На прошлой неделе в столице произошел технический сбой. В визовом центре скопилось около 10 тысяч паспортов. Представители Муральской ассоциации туризма в Национальном туристском офисе Греции в Москве заявили сегодня, что проблема носила единоразовый характер. Я созванивался с ними еще позавчера, что они будут работать без выходных, если потребуется. По неофициальным данным, там было устаревшее оборудование присутствовало, которое сейчас в спешном порядке обновляется, заменяется, с тем, чтобы была возможность обслужить больший поток виз. Лучшая многодетная семья на Ямале живет в поселке Пурпе. Родители воспитывают двух своих детей и четырех приемных. Все они посещают различные творческие кружки и уже знают, кем хотят стать, когда вырастут. В гостях у большого семейства побывал Юрий Усаковский. Глава семьи Воловиченко Павел, подполковник ракетных войск в отставке, шутит. У них с женой Мариной, офицером полиции, под детям полная гармония. Три мальчика и три девочки. На семейном совете Воловиченко решили организовать в детском саду поселка Пурпе праздничный утренник, посвященный Дню Победы. Мой дедушка прекрасно знал военный музыкальный репертуар. Его рота всегда занимала призовые места в конкурсах строевой песни. Два года назад в семье Воловиченко было только две дочери, Софья и Мария. Папа Павел и мама Марина решили взять в детском доме на воспитание годовалого малыша. Но оказалось, таких нет. Зато есть девочки. Когда оформляли документы на малышку Софью, им предложили взять еще трех мальчиков двухлетнего и трехлетнего возраста. Вот и вам теперь Софу, Алешу, Мишу, Сережу. И мы стоим такие, не знаем, нам плакать, радоваться или смеяться. Раньше я была одна в семье, и мне как-то постоянно скучно было. Ну, в конце концов у нас появилась Маша, а потом такая араба, и теперь скучать некогда, всегда веселье. Так и получилось, что в семье Воловиченко теперь не двое, а шестеро детей. Младшие дети после садика обязательно занимаются в творческих кружках. Уже не раз побеждали в различных конкурсах. А для чего мы их тогда взяли? Для того, чтобы просто вырастить, чтобы они потом ходили и пинали воздух. Мы хотим их полноценными людьми сделать, чтобы они достойную специальность выбрали, чтобы работали на благо нашей страны. Два года назад усыновленные мальчики не могли сказать и два слова. У всех стоял диагноз – замедленное психическое развитие. Наши деды-казаки Родину убили, славно билися с врагом на полях в Лосейке. Я хочу стать пожарным, спасателя людей. Буду я видеть трудников. Я хочу в Амису жить. Самое главное, говорит Марина, чтобы дети были здоровы, а с их воспитанием они с Павлом уже справятся. Семейного опыта для этого вполне хватит. Юрий Усаковский, Роман Лузанов, поселок Пурпе. Так сложился этот день в шести регионах Уральского округа. В студии для вас работали Ярослав Бородин и Татьяна Звежанская. Всего доброго. До встречи.